Друзья, мы советуем вам сделать такой же слаймик по этому простому рецепту. Всего из двух ингредиентов. Если вы сделаете, напишите нам в комментариях. Привет, ребята! И добро пожаловать на наш канал. И мы сегодня покажем вам, как сделать слайм без тетрабората. Мы попробуем сделать загуститель своими руками. И вместо него мы используем хозяйское мыло. И если вам интересно, тогда оставайтесь с нами. И, конечно, прежде чем мы начнем, подпишитесь сейчас на этот канал. И не забудьте нажать на колокольчик, потому что мы хотим набрать 10 тысяч подписчиков до Нового Года. Вам уже это известно. И если вы подпишетесь на наш канал, вы очень сильно нам поможете достичь цели набрать 10 тысяч подписчиков до Нового Года. Для этого слайма без тетрабората нам понадобится Две тарелочки. А также хозяйское мыло, которое стоит недорого. Вот такое мы купили. Его хватит очень надолго. Хозяйское мыло мы должны накрошить вот эту маленькую мисочку. Вот мы накрошили хозяйственное мыло. Столько мы его использовали. Теперь мы будем разводить его водичкой. Чтоб мыло лучше растворилось, надо добавить тепленькую водичку. Теперь ложечкой мы его размешаем. И пока здесь мыло по чуть-чуть растворяется, мы добавим клей в другую тарелочку. У нас вот такой клей, офис, и мы попробуем его совместить с вот этим загустителем. Наливай. Мы по этому рецептику слайм делаем впервые. И поэтому мы не очень уверены, что у нас загустится слайм. Для окрашивания мы взяли вот такие краски для рисования. Это гуашь. Алина, выбери, пожалуйста, цвет. Какой бы ты хотела слаймик? Голубой. Хорошо. Хорошо. Дай попробуем. Вот такой. Берем немножко краски и закрашиваем клей. Мне кажется, этот цвет очень светлый. Давай добавим еще краски. Давай. Вот этот цвет мне больше нравится. Теперь мы добавим загуститель. По одной ложечке. Будем смотреть, что у нас получается. Сразу видно, что он начинает загущаться. Добавим еще одну ложечку. Алинка, размешивай. Видите, он начинает сворачиваться. Удивительно. Рецепт работает, ребята. Ну, надо еще добавить. Но надо еще добавить, да? Да. Нам уже становится приятно, интересно. Давай добавим еще две ложечки. У нас такой, видите, густой загуститель получился. Но ничего. Его можно использовать несколько раз. Давай, чтобы мы долго не ждали, добавим три ложечки загустителя. Давай. Только смотрите, чтобы не попадались кусочки мыла. Это должен быть только раствор. Две. Три. Видите, ребята, как она работает? Это же химия. Я думаю, еще надо добавить одну ложечку загустителя. Я тоже так думаю, потому что он еще клеится. Видите, как он клеится в тарелочке. Давай. Одну ложечку. Мы, конечно, ребята, очень рады этому, что у нас получается слайм голубенький. Он загустел с помощью хозяйственного мыла. Этот простой и очень хороший рецептик мы взяли с интернета. И мы хотим вам его вот показать. Видите, какой он загустел? Теперь можно его взять в руки. Ура! Он у нас получился. Держи, Алина. Она уже не может выдержать. Вот так вот. Вау! Он кликает. Тянется достаточно хорошо. И крутит. Как ты считаешь, он отличается от слайма того, что сделан с помощью загустителя? Нет. Разве что чуть-чуть. А чем он отличается? Он лучше хрустит. Да, хрустит он хорошо. Тянется тоже отлично. Ребята, мы советуем вам попробовать вот такой рецепт слайма. Не надо искать тетрабората. Хозяйственное мыло мы думаем, что есть везде. Отличный мягенький слаймик. И даже не скажешь, что он сделан без тетрабората. Давай попробуем, прыгает он или нет. Надо сделать шарик. Прыгает, но не сильно. Пути с нами прыгал сильнее, да? Да. Я хочу его украсить блестками. Держи. Перемешиваю. Какая красота. Спасибо, что вы смотрите нас. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Подпишитесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик. Если вы сейчас подпишетесь, вы очень сильно нам поможете. Достичь цели 10 тысяч подписчиков до Нового года. И мы будем вам очень благодарны. С вами были Алина. И моя мама. И вы были на канале Эллин Стар. Всем спасибо за просмотр. Мы всех сильно любим. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок